МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что? Ничего. Юрий Иванович, мы всех на уши подняли, БУ подключили, ментов. Глухо. В голове у тебя глухо, Толик. Как можно было профукт президента? Мы, вообще-то, уволены. Официально, да. А неофициально ты своей тупой башкой отвечаешь за безопасность главы государства. Не может президент просто выйти из дома, сесть в такси и уехать непонятно куда. А если вдруг сегодня Абам прилетит, а? А со вчерашнего дня президент непонятно как, непонятно где. Тебя учить надо, Толя. Извините. Да. Угу. Понял. Понял. Ну, порадуй меня. Мы пробили по неофициальным источникам, подключили эзотериков. Оскольд Иванович видит, что президент жив, но он находится в каком-то замкнутом помещении и в компании неизвестность. Поздравляю. Похоже, президента похитили. Толик. Я не отступлю от своих принципов никогда. Народу нужны перемены. Так что, если хотите стрелять, то стреляйте. Но знайте, я счастлив умереть за свою страну. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор, мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу вот тут. Набью тату, слуга народа. Но знайте, я счастлив умереть за своего царя. Так, в 1911 году в Киевском театре оперы и балета был убит Петр Аркадьевич Столыпин. Ребята, откройте окна. Вот такая замечательная история. Кем был на самом деле Столыпин? Великим реформатором или простым чиновником, неудачником? Не ясно. Ну, а вы сами как думаете, Василий Петрович? Я думаю, Столыпину было очень сложно работать в той системе, в которой ему пришлось работать. Тогда всех подряд уволить он не мог. Ужиться и прислуживать не хотел. Да и не умел, наверное. Все, ребята, запишите задание на ДАМ, а повторить параграфы пятьдесят один пятьдесят пять. Десятый, а чего мы сидим? Или звонок послышался только мне? Василий Петрович, расскажите, как оно прикольно быть президентом? А прикольно, Глотов, вы написали контрольную работу, обозвав золотую орду монголов фашистскими захватчиками. Это было прикольно. А насчет президентства, ребят, честно, по-моему, вы меня втянули в какую-то авантюру. Да. Василий Петрович, можно вас на минуточку? Все свободны и счастливы. Дарья Александровна. Василий Петрович, что вы здесь делаете? Как что? Урок веду. Я по закону умею права совмещать. Дело не в этом. Просто вы там пропали. Где? Там. В стране. Президент Голобородько розпочинає решуче та сміливо, звертаючись до Верховної Ради. Где он нагадал чиновникам, что они слугами народу. И наголосил на необходимости жить скромнейше и с розумом вытрачать деньги платников податков. Чиновники отказались от ряда пильги, скоротили власный аппарат и выдатки на свои утримания. Ну а родзинкой стал переезд Верховной Ради, Кабинету Министров и Администрации Президента. Докладнейше в сюжете Дарины Токар. В это трудно поверить, но сейчас утро понедельника в центре Киева. Такой тишины и спокойствия центр столицы не знал уже давно. И этот праздник горожанам устроили чиновники, которые накануне массово покинули административные здания. Судя по всему, президент Голобородька не только знает, но и творит историю. И с его легкой руки в 21 веке состоялось новое великое переселение народов. Скажите, как вы восприняли решение о переезде? Я голосовал «за». Конечно «за». У нас главное – это освободить центр Киева. Мы вообще об этом давно говорили. Тем временем на окраине столицы жизнь бурлит. Чиновники осваиваются в новых зданиях, которые, к слову, было предложено осветить. Хочется верить, что это поможет нашим политикам. И вскоре мы увидим, как объединение веток власти принесет свои первые плоды. Спасибо. Василий Петрович, вы что, хотели оставить страну без перьера? У меня чуть контрашки не хватило. Простите, пожалуйста, я не думал, что в мое отсутствие вызвали такой же этаж. Да ладно, перестаньте. В следующий раз, когда надумаете потеряться, хотя бы эсэмэсните. Я хотел, на могилке закончились деньги. Ну, ладно. Спецназ, отбой. Серьезно? Да. Вы всю авиацию подняли. Спасибо, что напомнили. Истребительная матмена. А что нам осталось сделать? В это клика начали. Сократили, уволили, приказали строго всех наказывать. И вдруг исчезли. Ничего себе. Как видите, Василий Петрович, ваш спич произвел фурор. Экология на подъеме. Нефтяные магнаты несут убытки. Все парламентарии и министры сегодня на велосипедах. Я, кстати, тоже. Да? Да. Вспомнил молодость. А мой, вон, синенький. Здорово. Я, честно говоря, приятно удивлю. Ну, вы сейчас удивитесь еще больше. Да? Заинтриговали. Добрый день. Здравствуйте. Василий Петрович. Возьмите. Вы, можно сказать, вдохнули жизнь в угасающий костер украинской демократии. Добрый день. Все заработали, заактивничали, зашебрышили, забегали. Прошу вас. Спасибо. Вот. Доброе утро, Василий Петрович. Доброе утро. Стресса и почта у вас на столе. Спасибо большое. Прошу вас, Василий Петрович. Угу. Ну, как вам кабинет? Ну, симпатично. Мы старались. Немного, правда, пафосно. Вам не кажется, Юрий Иванович? ДСП не бывает пафосным. ДСП? Да. Хорошо. А книги? Книги я принесла из дома. Хорошо. А это подарок от меня. Это что, золото? Василий Петрович, вы глава государства. Я должен здесь принимать высокие гости. Разве что. А где вы расположились, Юрий Иванович? А я над вами. В том смысле, что мой кабинет над вашим. Весь кабмин на втором этаже. Ну, ясно. Неплохо. А рада? Пойдемте, я проведу вам мини-экскурсию. С удовольствием. Знаете, Василий Петрович, это потрясающая идея с переездом. Да. Шпон. Шпон? Да. Это тоже шпон. Все органы, так сказать, в шаговая доступность. Старый паркет. Так. Да. Французский потолок. Поушный. А вот эту дорожку, кстати, Белочка тоже принесла из дома. Что, серьезно, что? Здравствуйте. СМЕХ Шутка. У меня немножко сба за. Да. Я подумал, в такая длинная дорожка. Нам сюда. Ага, спасибо. А вот здесь, Василий Петрович, будут сидеть, Сидеть, плохое слово, будут работать народные избранники. Это неплохо. Только я не пойму, где тут поместятся 450 человек? А я вам не сказал? Мы сократили Раду. Поставили 70 депутатов. Серьезно? Да. Нормально. Это не слишком радикально? Да думаю, нет. Народ давно уже об этом говорит. Это правда. Многих нардепов вообще в глаза никто не видел. Приходят на первое заседание и том. Только ради банкета. Да. Я с вами согласен, Владимир Викторович. Но кому нужны такие слухи? Да. Василий Петрович, не садитесь. Вы что? Это проклятое место. Плохая применка. Но есть одна проблема. Как оставшимся депутатам голосовать? Это да. Ну что же это, Василий Петрович? Так вот, я говорю, что как оставшимся депутатам голосовать? Потому что систему Раду установить просто негде. Практически негде. Может, по старинке, руками. Да. Не будет никакого этого кнопкодавства. Каждый будет голосовать за себя. Да. А если депутат не придет на заседание? Можно его руку принести. Ну, как? Шучу, Василий Петрович. Шутите сегодня? Кофейку? С удовольствием. А есть кафе? Да. Ну, это вместо ресторана. Хорошо. Юрий Иванович, если так, все быстро у вас налаживается. Может быть, разберемся с долгами? Какими долгами? Ну, вот! Видел. Немного испугался. Я вас уволю. Да, с долгами бюджетникам. Кому? Бюджетникам. А, бюджетникам. А где кафе? Кафе, по-моему, вот там. Бюджетникам мы как раз вот думаем над этой проблемой. А что там думать, Юрий Иванович? Все просто. Смотрите, мы сократили госаппарат, правильно? Правильно. Сэкономили около 500 миллионов, правильно? Правильно. Вот, а бюджетникам мы должны около 500, правильно? Правильно. Ну, так все просто. Давайте эти 500 миллионов отдадим бюджетникам. Правильно? Неправильно. Этих денег уже нет. Как нет? Ну, вот так вот. Их распилили. В том смысле, распределили между ведомствами. Повысили зарплату депутатам, министрам. Помощников у них меньше. Соответственно, работать они будут больше. Верю. Перестаньте. Они работать больше не будут. Они начнут работать в принципе. Распределили. Куда? Кафе. Туда. Василий Петрович, а растраты на переезд? А ремонт? А прокладка спецсвязи? А велодорожки сюда? Обратно. А сами велосипеды? Два кофе? Что? Два кофе? Ну, вы будете кофе? Да. А тортик? Нет. Ну, правильно. Будем экономить. Новая реформа вызвала одобрение всей страны. Но мне стало интересно, действительно ли депутаты выполняют закон Голобородько. Вот, например, вице-спикер Головко и правда пересел на экономичный вид транспорта. Как видим, вся политика Голобородько — чистой воды популизма. Дешёвая сказка для народа, призванная пустить пыль в глаза, создавая иллюзию реформ и перемен. Я сам удивлён. В зданиях основные принципы остались неизменны. Горячо произнесённая речь президента в парламенте лишь ненадолго отвлекла внимание народа от насущных проблем. Но уже сегодня мы вспоминаем о том, что учителям, врачам и другим бюджетникам не платят зарплату второй месяц. Я уже не говорю о других проблемах Украины. У меня банально не хватит на это вечернего времени. Но, похоже, Голобородько интереснее заниматься переездами, а не дорогами, безработицей и коррупцией. Ну, Василий Петрович, ну, это дешёвая заказуха. Бога ради, не берите в голову. Эта ведьма пепела кровью у всех гарантов. Ну, как говорится, собака лает, а караван идёт. Идёт, да не в ту сторону, я верю. Всё как какая-то показуха. А нам нужны реальные изменения. Я тоже считаю, всех этих политимпотентов давно пора отправить на кладбище истории. Да. С кого начнём, Василий Петрович? Видимо, с вас. Не понял. С меня? Да, простите. А я-то думаю, всё у меня с утра суставы всё ломит. Ну, прям как чувство. Ну, извините, пожалуйста, поверьте, ничего личного. Просто я подумал, что вы и ваши соратники, вы находитесь у руля уже около четверти века. И, ну, какие изменения? Ну, честно, изменений ноль, реформ ноль. А с учётом внешнего долга, можно сказать, даже жирный минус. Вы находитесь в какой-то параллельной реальности. Народ лает, а бабло идёт. Видимо, такой девиз. Может быть, не у вас, а у ваших коллег. Обратите внимание, кто вокруг нас, кто питается в этой столовке. Секретари, помощники, а где депутаты? Я думаю, у них вообще нет времени на еду. Они беспрерёбно работают. Ну, перестаньте, Юрий Иванович. Что вы их защищаете? Но работают. Мы с вами не у Шустро. Нам действительно нужны другие лидеры. Ментально другое руководство страны. Ну, хорошо. Предположим, это так. Ну, позвольте узнать, а вы где их возьмёте? Себя будете клонировать? Ну, почему себя? Как любая серьёзная организация, мы проведём открытый конкурс. Жёсткий отбор. Что? Смешно. Смешно, да. Да, ну, хорошо. А вы не думали, Василий Петрович, что менять всех и сразу тоже неправильно? Может, всё-таки сплав молодости, опыта? Я думал. Мне кажется, это, знаете, как смешать молоко с огурцами. Простите. Василий Петрович, вы на политической кухне человек новый и попросту можете не знать, что нельзя вот так вот взять одним махом, в очередь, вот скажем, из меню. Голубцы, деруны и галушки. Почему? Они обидятся. Кто? Голубцы. Строят проплаченный пикет. Галушки начнут блокировать пищевод. Я уже не говорю про деруны. И, не к столуку сказано, резко вдруг запахнет импичментом. Вы мне угрожаете, Юрий Иванович. Или вы считаете, что депутаты не проголосуют за иллюстрацию? Василий Петрович, я не считаю. Я, как лидер большинства, вам это гарантирую. Ну, вы меня поймите. Хотите менять, меняйте. Ну, Бога ради. Просто немножко умерьте ваши аппетиты. Ведь так можно и обожраться. Хорошо, Юрий Иванович, что вы предлагаете? Ну, давайте сделаем так, чтобы, как говорится, и волки сыты, и портфели целы. Вы оставляете старый Кабмин, но берете людей по своим квотам. Что же мне достанется? Министр иностранных дел, министр обороны. Плюс глава Национального банка, фискальные службы и СБУ. И вот за эти кандидатуры большинство проголосует единогласно. Клянусь мандатом. Приятного аппетита. Спасибо. Василий Петрович, указы проведения открытого конкурса по вашим квотам. Уже? Давайте. Копии направляю всем департаментам. Да, и видимо... Психологи, полиграфологи и прочие специалисты приглашены. И еще, наверное... СМИ уже в курсе. Сегодня вечером на всех каналах и соцсетях сообщат о конкурсе. Думаете... Уверена, желающих будет уйма. Думаю, что на следующей неделе мы можем начать отбор. Чтобы не тратить бюджетные деньги, я думаю, что конкурс стоит провести у нас. Да. Белла Рудольфовна, а... Кофе на столе. Что-нибудь еще? Нет. Спасибо. Спасибо вам за все. И спасибо за рубаху. Держите. Даже не знаю, что бы я делал без вас. Это пустяки. Однажды третьего президента пометил голубь. И это было за две минуты до встречи с Клинтоном. С тех пор я готова ко всему. Спасибо еще раз. Так-так-так. Так. Мам, и не забывайте диме витамины давать, хорошо? Синие до еды, красное после. Хорошо. Не волнуйся, Ленка, может, я не понимаю, что... Ну, все, пойду я. Васю ждать не буду. Привет. Здравствуйте, Василий Петрович. Ну, ладно. Вы видели, меня только что сам президент поцеловал. Это надо срочно зацветить. Сыночка, радость моя. Как твои дела, дорогой? Все хорошо. Ой, хорошая. Девочка, папа пришел. Привет, папа. Красавчик, сколько сегодня дам еще, да? Раз, два, три, четыре. Все мои. Все твои, конечно. Так, руки нам перед едой надо мыть. Оленька, может быть, останешься с нами поужинать, а? Вообще-то я на ужин и иду. У меня свидание. Жаль. Петя, Петя, девочки, Вася пришел ужинать. Свидание. Да, ну что, с вашего позволения пойду, да? Подожди, пиджак. Ой, забыла. Спасибо. Какая честь. Да. Да, Василий Петрович, я смотрю, из вашего двора конфетку сделали. Может быть, вы и у нас месяцок поживете? У нас немного. Домофон починить, качели покрасить. Если хочешь, могу. Да, там домофон починить. Вась, расслабься, ладно? Я из-за одного домофона тебя целый месяц не выдержу. Ну, блин. Ну, все, я побегу. Второй раз целовать не буду, а то страна не простит меня. Да, давай. А, да, и еще. Господин президент, если можно, не показывайте своему ребенку вот этих ваших документалок про месопотамию. А то он потом плохо спит. Хорошо? Есть. Ну, все. Димку заберу в понедельник. Пока. Пока. Как в понедельник? Подожди. Куда это ты собралась до понедельника? Господин президент, вообще-то, такие вопросы не тактично задавать молодым незамужним женщинам. Слушай, Голобородька, все тебе расскажи и покажи. На дачу меня пригласили за город. Адвокат. Молодой, симпатичный. Кстати, с квартирой. Симпатичный кобель. Слушай, знаешь, ой, боже мой. Это собака подруги. Ну, а вот адвокат. Красавчик? Собака мне понравилась больше. Слушай, Голобородька, тебе все равно, кого твой сын будет назвать папой, да? В смысле? Да шучу я, Вась. Расслабься. Все, пожелай мне удачи. Пока. Удачи. Пока. Дима, за стол. Ты куда? Я за трансфорометром. Только быстро. Все нормально, сынок? Все нормально. Проходи, дорогой. Моя радость. Мы тебя так ждали. Все горяченькое, вкусное за столом. Вы еще здесь? В смысле? Я думал, уже разъехались. Куда? Да кто куда? Кто в Межигоре? Кто Бранцузский дворец? Может быть, даже Синегора? А там шо? А там, говорят, президентский дворец пустует. Что ж добру пропадает? Да, папа? Ой, Вася, ну, может, хороший же, а? Хорош. Это... Не, ну правда, ну что, все все поняли. Как говорится, признали ошибки, осознали вину. Картошечку, вот. Одну. Вот. Вы же захотелось пожить по-человечески к нему. Пожили. Ну куда? Ну вот раскатали кубу и закатали ее, брат. Хватит. Хорошо, все. О, голубчик. Все, проехали, проехали. Ну проехали, Вася, проехали. Так что предлагаю считать инцидент исчерпанным. Ну давай считай так. Так что, может, мировую? По рюмочке? Какой парюшки. Я пиво купила. Пиво? И тараню. Мать не понял. Что за праздник? Ну футбол вроде. Одна четвертая полуфинала. Как же я это забыл. Так, где пульт? А это что? Так это кредит. Сыночка, как все на общих основаниях. А я поручителем выступила. Да, я правда без планшета, но зато у нас теперь есть фазма. Буду с ней в универ ходить. Вот. Ну ладно, я тогда тоже в дозе. Так, мать, неси пиво. Да, начинается. Смотри, это мой транспорт. Круто. Тоже в кредит. Слышь, ты давай меняй этого инвалида. Он же по мячу попасть не может. Ну откуда я знаю на кого? Ну ты же тренер. Ты решай. Все, давай, давай. За футболом следи, не трынди по телефону. Ну шо, шо мне я позвонил? Ты шо меня виноватым сделал? Успокойся, Михаил Семенович. Твоим сегодня ничего не светит. Слушай, не светит. Потому что ты судье отлистал. Может подумать, ты ничего не отлистал. Отлистал? Ну подыгрывает почему-то твоим. Правильно, потому что я отлистал чуть больше. Господа, господа, у нас все-таки гость. Добрый вечер, господа. Добрый? Какой он добрый, Юра? Ты мне вообще объяснишь, что происходит? Ну происходит то, что вы профукали игру. Шутишь. Смелый очень. Большим человеком стал. Михаил Семенович, не кипятись. Юрий Иванович как-никак наш партнер. Так что давайте уважать друг дружку. Давайте. Давайте спросим уважаемого Юрия Ивановича, почему эта Голобородька назначает своих людей? Миша, не надо кричать. Я действовал по ситуации. Голобородька вообще хотел уволить весь Кабмин. Так что мы отделались малой кровью. Какой малый, Юра? Это же ключевые посты. Ну пусть у мальчика создастся иллюзии, будто он что-то меняет. Пусть немножко поиграет в демократию, реформы. Но я надеюсь... Конечно. В конечном итоге будет так, как нам надо. Для этого я там и сижу. Миша, пусть каждый занимается своим делом. И парочку хороших нападающих все-таки купите. Сороковая минута. Странно. Ну и где же Гол? А что вы говорили? Скоро будем лучше жить. Соседям одолжить.